В потоке информации с российских каналов, как и на любой другой помойке, можно найти много разного. Какие-то сказки и небылицы забавляют и вообще не трогают душу, другие заставляют поднять бровь и даже хлопнуть себя ладонью по лбу. Но это все еще относительно безобидное творчество, которое адекватного человека никак не затронет. Но есть особая категория легенд кремлевской пропаганды, которая касается вещей, ценных, если не сказать сакральных, для любого патриотичного украинца. Об одной из них мы и поведаем сегодня. Началась эта занимательная история с видеоролика, в котором четыре львовские школьницы спели эту песню в классе, дав старт флешмобу по всей Украине и за рубежом, и одновременно вызвав настоящий шквал возмущения в российском информационном пространстве. Вдумайтесь, в канун Дня защитников и защитниц Украины четыре патриотично настроенных 11-классницы львовской школы после урока истории, на котором их познакомили с биографией главы ОУН Степана Бандеры, спели в классе следующее. «Батько наш Бандера, Украина мати, мы за Украину будем воювати! Батько наш Бандера, Украина мати, мы за Украину будем!» Школьницы выложили видео в социальную сеть ТикТок, даже не подозревая, что оно вызовет такой резонанс, а тем более реакцию в России. Сама песня не новая. Ее возродили священники, которые спели ее еще год назад. Но популярность она так и не получила до недавнего времени. Как говорит один из священников, «Мы рады, что именно сейчас, когда песня получила всеукраинскую популярность, она осталась в сердцах многих украинцев. Посыл песни в том, что идею служения своему государству нельзя уничтожить, потому что она живет в сердцах каждого и ждет того времени, чтобы выйти наружу». И действительно, отклик в сердцах украинцев, да и иностранцев на эту песню превзошел даже самые смелые ожидания. Если верить данным Google Trends, то во время популярности в Украине, песня «Батько наш Бандера» заинтересовала также слушателей в Великобритании, Испании, Италии, Америке и Канаде. Что интересно, за границей ее ищут даже чаще, чем в Украине, а от всех поисковых запросов мира эта песня составляла 2%. По хэштегу «Батько наш Бандера» в TikTok можно найти множество видео. Ролики набирают сотни тысяч просмотров, а некоторые – более миллиона. Что касается России, то они также не остались в стороне. Всем известно, что любое проукраинское творчество в принципе не могут обойти своим вниманием российские эксперты. В кратчайшие сроки на Первом канале в программе «Время покажет» подпевалы Путина заявили, что украинцы молятся антироссийским богам, а дети воспитываются на нацистских идеях. Ведущие и гости передачи шумно возмутились популярностью песни про «Батьку Бандеру» и заявили, что все и каждый, кто записывал подобные видео и пел отрывки из песни, искренне хотят войны, представляя украинских патриотов настоящими нацистами. В РФ убеждены, что детей, якобы поющих нацистские песни, нужно денацифицировать. Для них украинцы уже настоящие нацизомби, которым необходимо принудительное лечение. А уж как Россия умеет лечить тех, кто не пришелся ко двору, нам всем хорошо известно. Буквально несколькими репликами национально-сознательных граждан, будущее Украины, молодежь превратили в горстку полоумных скинхедов-сатанистов, которым, дай только волю, всех вокруг пожгут да перевешают, если их всех, конечно же, не перелечить. Эксперты же программы «Время покажет» пошли еще дальше. Детей назвали сектантами, которых готовят к военным и агрессивным действиям против других стран, а также, что Украина – это некий проект, где ставятся опыты над людьми. В своих высказываниях эти спецы приравняли едва ли не каждого молодого украинца к фашистам и бандеровцам без размышления, ставя знак равенства между этими понятиями. Тот, кто напуган, всегда легче верит тому, что вливают ему в уши нестрашные в кавычках политики, решения которых приводят к многим тысячам жертв. Тема военного конфликта также была затронута. Пустобрехи с первого сначала сказали, что в 2014 году Украина внутренний конфликт создала сама, а значит, следа России там быть не может, это же ясно каждому разумному человеку. И воюют украинские военнослужащие на Востоке сейчас не с российскими солдатами, а с такими же украинцами. Да и вообще война идет лишь в головах украинцев, и что они сами выдумали себе удобного врага, который такой большой, страшный и безобидный, ведь никогда якобы не атакует. Еще более интересно, что напрямую не говорится, чей же Украина долгоиграющий проект. В данном случае имеет место особый тип манипуляции – недосказанность, с намеком на особые обстоятельства. Любой слушатель, не желая показаться необразованным, сам скажет, кто спроектировал Украину. Проклятые американцы, масоны, рептилоиды с Нибиру – версий может быть множество. Данный тип манипуляции имеет также превосходную стратегию защиты. Если в итоге оказывается, что сложенная аудитория и мнение ошибочно, то каждый из слушателей или читателей подсознательно обвинит себя в том, что не так понял, ведь голоса из зомбоящика не произнесли эту мысль вслух, лишь мягко намекнув на личность руководства. А теперь окунемся, наконец, в историю, которая тесно переплетается с нашими днями. По старой советской памяти, Бандера – это популярная страшилка для населения территорий, принадлежавших России. А каждый обнаглевший украинец, посмевший изменить порядок в своей стране – это, конечно же, бандеровец и фашист. Вся нынешняя Россия, как преемник Советского Союза, закономерно перенимает всю советскую коммунистическую идеологию. И по сей день в России ходит очень много мифов о том, кто же такой этот страшный Бандера. Первый миф гласит, что Бандера был якобы марионеткой Гитлера, а бандеровцы, соответственно, являлись пособниками фашистов. Начнем с того, что Бандера был ярым врагом фюрера и находился в концлагере с 1941 по 1944 годы по личному приказу идеолога нацизма. Причиной тому стал акт, написанный Бандерой, который провозглашал возрождение украинского государства и его своевольное поведение, подписанный Бандерой и его соратниками 30 июня 1941 года во Львове. Оба тоталитарных лидера, Гитлер и Сталин, не желали никакого национального возрождения, но независимость Украины любой ценой стала целью Степана Бандеры. В результате всю Вторую мировую войну АУН вместе с УПА вели самостоятельную национально-освободительную борьбу на два фронта – с фашистами и большевиками. Единой целью бандеровцев было исключительно освобождение украинского государства. Другими словами, ни Бандера, ни его соратники из АУН уж никак не пособничали оккупантам – ни немецким, ни советским. А вся пропаганда, направленная в 40-е и 50-е годы против бандеровцев, была вызвана лишь одной причиной – жесткой непокорностью настоящих патриотов Украины к оккупационной советской власти. Следующая страшная сказка кремлевской пропаганды навязывает убеждение о том, что бандеровцы – это исключительно западно-украинское явление. В то же время исторические документы говорят о том, что во время Второй мировой войны АУНовцы из числа местных жителей действовали не только в Западной, но и в Центральной и Восточной Украине. Причем самое мощное национально-освободительное движение было развернуто на Днепропетровщине. Патриоты всей Украины под знаменами АУН и УПА боролись как с фашистской, так и с большевистской оккупацией. Но самое интересное, особенно в свете современных событий, это то, что украинские патриоты из числа местных жителей действовали в АУНовских отрядах Донбасса. И это происходило не случайно. Насильная русификация Донецких и Луганских земель в 30-е годы не могла пройти бесследно для национального самосознания украинцев. И уже во время Второй мировой войны патриоты взяли в свои руки оружие в стремлении отстоять украинскую независимость. Бандеровцы стали мощной политической и военной силой всей Украины. Не стоит забывать и о легенде советской и российской пропаганды, которая гласит, что бандеровцы якобы безжалостно уничтожали мирное население. Это как раз тот случай, когда вор кричит «держите вора». Все здесь перевернуто с ног на голову, как и в нынешней ситуации в Луганске и Донецке. Российские террористы уничтожили инфраструктуру и убили тысячи мирных жителей, а Кремль кричит на весь мир о том, что виновата киевская власть. Точно так же в 1941 году поступили и советы. После 22 июня во время отступления из Западной Украины каратели из НКВД расстреляли 15 тысяч узников местных тюрем. Расстрелы происходили в спешке, и не везде тюремщики смогли тщательно закопать и замаскировать тела. Жуткий запах от разлагающейся плоти стоял такой, что немцы работали в помещениях львовских тюрем в противогазах. Это жуткое зрелище также видели горожане. Непосредственно участие фашистов спровоцировало погром во Львове, где пострадали и сторонники советской власти, и члены еврейской общины, и польская интеллигенция. А спустя некоторое время в СССР решили свалить в одну кучу и свои зверства, и жестокость нацистов, не забыв при этом возложить вину еще и на бандеровцев. Ни для кого не секрет, что спустя 10 лет АУН и УПА вела успешную партизанскую войну с советской властью. Сталин бросал на борьбу с украинскими патриотами регулярные войска в количестве целых истребительных батальонов. Часть из них была экипирована так же, как бойцы УПА, и отличалась изощренной жестокостью по отношению к мирным жителям. В итоге многочисленные зверства НКВД советская пропаганда стала приписывать бандеровцам. Секретные архивы на этот счет все еще закрыты. Кремль очень сильно боится огласки. Также стоит напомнить, что Россия и сейчас действует теми же проверенными, наглыми и бесцеремонными методами. В 2014 и в 2015 году российские войска в Луганске и Донецке переодевались в форму нацгвардии и обстреливали мирных жителей. Однако в современном мире сложно что-то скрыть. Имеются тысячи фото и видеодоказательств этих преступлений, а также десятки тысяч свидетелей, которые видели этот произвол. Кремлевская пропаганда на постоянной основе внушает народу мысль о том, что организация последователей бандеры АУН – это якобы фашистская организация, а украинский национализм – родственное фашизму течения. И снова вор кричит «держите вора». Достаточно ознакомиться с определением фашизма и сравнить его с современной политикой России, которая громче всех обвиняет в нем, кого удобно. Фашизм по природе своей является открытой террористической диктатурой наиболее реакционных, шаминистических и империалистических элементов финансового капитала. Это организация террористической расправы с рабочим классом и революционной частью крестьянства и интеллигенции. Фашизм во внешней политике следует, внимание, рассматривать как шовинизм в грубейшей форме, демонстрацию ненависти к другим народам. Обратимся к авторитетному изданию энциклопедии «Британика». Националист в ней определен как лицо, рассматривающее служение своему народу, нации, как личный высший гражданский долг. Из этого следует вывод, что национализм – это достойная, благородная цель любого сознательного гражданина. И ни слова о фашизме и шовинизме. Определение же национализма как ультраправого течения с намеком на фашизм всегда было частью марксистско-ленинской теории, которую большевистская Россия чтила как Библию. Советскому Союзу такая трактовка была выгодна, и поэтому ее активно насильно насаждали в народных массах вместе с планомерным, жестоким и тщательно замалчиваемым подавлением национально-освободительных движений народов Советского Союза. Иначе бы тюрьма народов СССР непременно бы прекратила бы свое существование еще после Второй мировой. Теперь приведем цитату из брошюры «Кто такие бандеровцы и за что они борются?» авторства Петра Полтавы, которая была издана нелегально во Львове в 1950 году. «Мы, националисты, считаем, что субъектом истории являются именно народы, нации. Нашим высшим долгом считаем благо и счастье украинского народа. Наивысшим и наиважнейшим заданием украинского народа в настоящий момент мы считаем борьбу за национальное и социальное освобождение украинского народа, за построение украинской действительно независимой державы. Мы, украинские националисты, не шовинисты, и ко всем народам мира мы питаем искренние симпатии. Со всеми народами мира мы хотим жить в мире и согласии». Как думаете, зачем было пользоваться такими словами человеку, который, по заверению Сталина и ему подобных, был пособником нацистов? Да здесь каждое слово противоречит их идеологии. А сейчас более подробно расскажем о тюремном заключении Бандеры и его братьев. В 1928 году, став членом украинской военной организации УВО, Бандера получил назначение сначала в отдел разведки, а позже пропаганды. Его активность заинтересовала польскую полицию, и он постоянно находился под ее бдительным наблюдением. Под руководством Бандеры проводится ряд пропагандистских акций, направленных против польских оккупационных властей. Первой стала так называемая антимонопольная кампания, во время которой украинскую общину призывали перестать употреблять алкоголь и табак, поскольку их продажу контролировала Польша. В 1934 году Степан Андреевич подготовил покушение на министра внутренних дел Бронислава Пиратского, в бытность которого польские власти провели кровавые акции пацификации, то есть умиротворения украинцев. В июне 1934 года Бандера был заключен польской полицией и находился под следствием в тюрьмах Львова, Кракова и Варшавы. В конце 1935-го, в начале 1936 года состоялся процесс в Варшаве, на котором глава украинских националистов вместе с 11 другими обвиняемыми был осужден за принадлежность к АУН и организацию убийства министра внутренних дел Польши Пиратского. Во время процесса Степан Бандера подтвердил, что он – краевой глава АУН, и заявил, что считает себя гражданином Украины, а свое юридическое польское гражданство – временным явлением. На суде впервые достаточно широко прозвучали программные устои АУН. По постановлению суда Бандера был приговорен к смертной казни, но всеобщая амнистия, прошедшая в это время в Польше, изменила этот приговор на пожизненное заключение. С середины 1936 года содержался в нескольких тюрьмах, но пожизненное быстро закончилось с падением польского государства в сентябре 1939 года. Кто бы мог подумать, что благодаря двум душителям Украины, Гитлеру и Сталину, из польских тюрем выйдут тысячи украинских политзаключенных, среди которых был и Степан Бандера. В мае 1941 состоялось второе большое собрание АУН, созданное революционным проводом, на котором Степана Бандеру избрали председателем провода. На собрании участники занимались проработкой программы борьбы за независимость, приспособленной к реалиям начала Второй мировой войны. Там было принято решение о провозглашении государственности. Вершиной деятельности АУН во главе с 32-летним Бандерой стало провозглашение восстановления украинского государства во Львове 30 июня 1941 года. После обнародования акта провозглашения украинского государства туда приехал Александр Бандера, где он был арестован гестапо и отправлен в тюрьму Кракова. В том же году в Станиславе, ныне Ивано-Франковск, был арестован Василь Бандера. Гитлеровцы, не признавая право украинцев на собственное государство, арестовывают Степана Бандеру, Ярослава Стецко и других министров украинского правительства. Сотни украинских политиков-националистов нацисты бросили в концлагеря и тюрьмы. Начался массовый террор. В польском концлагере зверски были убиты двое братьев Бандеры – Олекса и Василь. Сам же Степан находился в концлагере до конца 1944 года. 20 июля 1942 года полиция безопасности отправила по этапу из Кракова в головной концентрационный лагерь в Освенциме 24 ауновца, включая Василя Бандеру. 5 августа 1942 года некто Францишек Подкульский с целью заговора столкнул Василя, который был подсобным рабочим в бригаде штукатуров, вместе с тачкой из первого яруса строительных лесов. Получивший при падении травмы Василь был отправлен в лагерную больницу, в которой позднее предсказуемо скончался. Александр, как и его младший брат, тоже попал на работу в строительную команду. Тяжелая работа, на которую его определил прораб, привела к физическому истощению. И вскоре Александр был помещен в больничный блок, где для больных ауновцев на первом этаже было выделено отдельное помещение. Здесь, 10 августа 1942 года, в ходе планового осмотра было отобрано 75 тяжелобольных заключенных, включая Александра Бандеру, которых в тот же день по распоряжению лагерного врача умертвили внутрисердечными инъекциями. После отступления немецкой армии за пределы Украины, содержание Степана Бандеры в заключении становится бессмысленным, и гитлеровцы отпускают его, надеясь договориться о сотрудничестве против советской армии. Однако проводник украинского освободительного движения отказывается и уходит в подполье. Под постоянной угрозой ареста советскими спецслужбами он был вынужден менять местонахождение. Жил в Инсбруке, Зейнфельде и Мюнхене. Для украинцев, столетиями лишенных своей собственной государственности и разорванных на части между соседними странами, проблема соборности всегда была особенно болезненной и невероятно сложной. Но несмотря на многочисленные бедствия и трудности, выпавшие на долю украинцев, идея всеукраинского единства и соборности Украины никогда не оставляла умы лидеров различных национально-освободительных движений, в том числе и Степана Бандеру. И все же, почему именно Бандеру считают батькой украинцев? Ведь он был далеко не единственным, кто боролся с российским самодержавием в той или иной его форме. Яркими примерами выступают Симон Петлюра и Нестор Махно, борьба которых имела довольно серьезные масштабы и подготовку. Все просто. Степан Бандера понимал, что основным залогом борьбы с чужими идеями является своя, которая касается лишь своих людей, своей нации и своего народа. Для того, чтобы эта идея не погибла, нужно особым образом готовить следующие поколения, поэтому делал особый акцент на воспитании молодежи. Этот подход вечно актуален и необходим, потому что новое поколение борцов нужно рано или поздно воспитать. И нет сомнения, что Степан Бандера сегодня стал очень популярен среди патриотично настроенной украинской молодежи, в том числе и благодаря таким своим действиям. Этот образ стал для украинцев эталоном веры в свою идею и в свой долг перед Родиной. Бандера был талантливым и, что немаловажно, идейным политиком, организатором, человеком, который мог превращать поражение в победы. Главными принципами и заповедями которого были абсолютный украиноцентризм и ориентация на собственные силы, а не на поддержку извне. Он воплотил в себе как раз те качества, которые так пугали советских, да и российских политиков. Он был лидером и голосом украинского народа. Бандера стал настоящим символом украинского национально-освободительного движения 20 века. Какими бы ни были сложные обстоятельства, но под руководством Степана Бандеры АУН стала эффективной структурой, заметно влияющей на жизни украинцев тогда и сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok